Сегодня в Перископе Близится середина января. Вся страна в снегу, а значит пришло время лепить снеговиков. Согласны? Наверняка в вашем дворе уже есть парочка таких, сделанных соседскими детишками. А вот жители Рогачёва с улицы Гоголя, проснувшись на прошлой неделе, обнаружили у себя во дворе примерно 50 снеговиков. Только представьте себе это. Вы рано утром просыпаетесь на улице Гоголя и выходите во двор. А драм около 50 темных силуэтов. Зловещая картина, не так ли? Сам Николай Васильевич позавидует. О, боже мой! После того, как в интернете появилась эта новость, энтузиасты сразу же стали разыскивать автора снежных людей и шутить, мол, снеговики – дело рук коммунальных служб, которые нашли новый способ уборки снега. Иная версия, что всё это сделал молодой человек, который слишком долго ждал свою девушку. Само же видео, на котором запечатлены эти извояния, не выглядит как добрая снежная сказка. Сплошная темень, лазь собак вдалеке – самая настоящая вечера на хуторе, не меньше. Либо это вполне мог быть новоявленный Рогачёвский Чичиков, задавшийся целью придать оболочку мёртвым душам. Я желаю приобрести мёртвых. Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось пристранное слово. Да, с вы не ошиблись. Я полагаю приобрести мёртвых, но... Скорее всего, это самая новогодняя часть Перископа. И в который раз шоу «Вечерний Ургант» создаёт вокруг себя резонанс. Да ладно! За день до Нового Года на первом канале вышла передача «Голубой Ургант». В съёмках приняли участие «Большой русский босс», группа «Литл Биг», «Данила Поперечный», «Илья Соболев», «Иван Дорн», «Ирина Горбачёва», «Группа Хлеб», «Евгений Кулик», «Монеточка», «Фидук», «Антоха МС», «Мальбек и Сюзанна», «Биг Бэйби Тейп», «Боливар Депо». Кажется, всё. Апофеозом «Голубого Урганта» стало выступление Филиппа Киркорова с песней «Зайка моя». Что же случилось с Первым каналом? Иван Ургант и Александр Гудков решили сделать очередной привлекающий внимание общественности перформанс. По словам Урганта, с каждым годом жанр «Голубого огонька» теряет свои позиции, и кто, как не они, сделают приевшееся шоу стильным, актуальным и современным, чтобы молодёжи было интересно смотреть. Добрый вечер. В последнее время стало непопулярным говорить, что ты в новогоднюю ночь смотрел телевизор. Некогда любимый всей страной замечательный жанр «Голубого огонька» почему-то с каждым годом теряет свои позиции. Мы взяли на себя непростую миссию сделать этот жанр стильным, актуальным, современным. Мы пригласили наших друзей – молодых, талантливых, модных, как сейчас говорят, продвинутых артистов, чтобы сделать совсем нетипичное шоу, шоу, которое отвечало требованиям, прежде всего, молодёжи. В программе были исполнены популярные песни 80-х-90-х годов. Например, «Монеточка» спела «На заре» группы «Альянс», а «Литл Биг» – песню «Конь» группы «Любэ». Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему. Стендап-комик Данила Поперечный прочитал фрагмент концерта Михаила Задорнова, а блогер и участник ТНТ-4 Илья Соболев – часть монолога Яна Орлазорова. Передача выглядит не переосмыслением привычного «Голубого огонька», а скорее жесткой пародией на привычный формат. Это вам не это. Понятно. В самом конце в студию заявляется Филипп Киркоров, что вызывает резкое недовольство Урганта, и все начинают расходиться. Когда все дороги ведут в никуда, настала пора возвращаться домой. А поп-король не выдерживает, исполняет песню «Зайка моя». Когда он заканчивает, в студии никого нет, разве что на заднем плане периодически мелькает уборщица. «Потому что я давно-давно тебя люблю, я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, с наступающим». Все, мы поехали. Пока, мы до 28 января в отпуске. Держи, ключи от студии. Все, что хочешь, пой. С наступающим. Всего хорошего в новом году. Пока! Ребят, всех с наступающим! Ты бережок, а я речка, ты фитилек, а я свечка. Получилось, как всегда, смело и очень смешно. Одна из самых изобретательных профессий в мире совсем не изобретатель, слишком мало смекалки. И... Что? Фырку тебе! Камера? А-а-а, а я думал, сова. Сова? А много ее у судебных приставов. Недавно интернет облетела новость про пристава из Краснокамска, города в Пермском крае. Дело в том, что... Ты втираешь мне какую-то дичь. Тот переоделся в доставщика пиццы и заявился в квартиру, где скрывалась женщина с внушительным госдолгом. После ряда несложных манипуляций и при помощи удостоверения пристав добился аудиенции с должницей. У него появились достойные преемники. И не какие-то там доставщики пиццы, а Деды Морозы. Рома! Ух! А-а-а! Санта! Он вправду есть! Я так и знал! Я так и знал! Новость информагентства Росбалт. К жителям Чувашии приходит пристав в костюме Деда Мороза, но ничего не дарит, а забирает. И она гласит, судебные приставы в Чувашии под Новый год изобрели праздничный способ взыскания долгов под прикрытием Деда Мороза. Так мы выглядим непрофессионально. Да ладно, откуда они узнают? Давай, тук-тук. Кто там? Будда. Что за Будда? Будда-брана, маш мне хлеб. Прекрасно. Именно так. К злостным Чувашским неплательщикам коммунальных услуг заявляются Деды Морозы. И вот вообще никого не поздравляют. В лучшем случае они строго напоминают о долгах, в худшем выносят из квартиры телевизоры, бытовую технику и прочее ценное имущество. Они его тихо грабят и в костюмах Дедов Морозов через магазин выходят. Точно. И растворяются в толпе других Дедов Морозов. Вот именно. Потому что скоро Новый Год, а братья не будут, разумеется, крупнейший банк в Марселе. Вот это голова. Кроме этого, угрожают отключить воду, канализацию и отопление. Еще чуть-чуть, и это будет настоящий робот Сэнта из популярного мультфильма футурама. Вот такой вот Новый Год получился у чувашских неплательщиков. Но еще не все потеряно. Если они вернут долг за услуги ЖКХ в срок до 10 дней, вернутся и телевизоры, и бытовая техника, а может быть и праздничное настроение. Кто не знает Макалия Калкина? Звезда серии фильмов «Один дома» и повод для множества мемов. До сих пор все шутят про Макалия, ведь повзрослев, он уже не кажется таким милым, скорее напоминает какого-то бродягу. А, нормально, говорю, все. Недавно актер решил поменять имя. До этой новости его звали Макалей, Карсен, Калкин. И у юноши, видимо, развился непонятный комплекс по поводу его второго имени, Карсен. Грегоз Брянцы-Счыкевич. Брянцы-Счыкевич. Грегоз. Грегоз. Он посчитал его глупым и решил сменить. Доверив эту затею своим фанатам, бывший Карсен устроил голосование, а лучшие варианты звучат так. Макалей Калкин в честь Макалея Калкина. Шар Куик в честь одноименного телешоу на телеканале Дискавери. Хиран в честь младшего брата Макалея Калкина. Зэ Макриблс Бэк в честь одноименного мема о бургере из Макдональдс. Пабли-сити-стант с английского «рекламный трюк» или «самопиар». Голосование за лучшее имя продолжалось на сайте актёра до Рождества и с большим отрывом победил вариант Макалей Калкин. За него проголосовали 60 тысяч человек. Все остальные варианты не получили и 15 тысяч голосов. С чувством юмора у фанатов Калкина определенно всё хорошо. Так что теперь имя актёра по паспорту Макалей, Макалей, Калкин, Калкин. Примерно во сколько это всё произошло? Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Кажется, будто работник паспортного стола страдает логоневрозом, что спровоцировало случайную ошибку. И вы бы только знали, сколько нервов не всё это стоило. И вы бы только знали... Этой шуткой мы ни в коем случае не хотим оскорбить страдающих заиканием работников паспортных столов. Кстати говоря, актёр обмолвился, что новое второе имя – это единственное, что он хочет получить на Рождество. И кажется, всё получилось даже без вмешательства Санты, Деда Мороза и других сверхъестественных новогодних сущностей. Бабушка! Бабушка! Санта пришёл! О, Роджер! Роджер! Ты пришёл? Бабушка, а ты бодрая? Давай, приготовлю тебе сэндвичей. Словом, мечты-мечты сбываются-сбываются. Мечта сбывается! А на этом всё. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова